Я хочу представить вам гостя, которые находятся в нашей студии. Знакомьтесь, Ерлан Мауленов, врач-офтальмолог Шемкенской городской поликлиники номер 6. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Нормально. Я поздравляю вас. Это ваш профессиональный праздник как врач-офтальмолога Всемирный день зрения. Скажите, пожалуйста, вообще, как часто сейчас доводится диагностировать неутешительные вещи для состояния зрения у пациентов? Спасибо. Утешительно. Вот, например, у нас сейчас больше всего находятся болезни миопии, глаукома. Раньше у нас это было меньше. Сейчас в последнее время они становятся больше, потому что у нас больше мы сидим возле телевизора, работаем компьютером. Дома наши дети всегда играют планшетом. Всему вот это минус. Вообще в кабинет офтальмолога наблюдаются очереди из людей, которые пришли проверить зрение для себя, как говорится, не тогда, когда их что-то уже забеспокоило. Да, приходится. Каждый человек заботится, некоторые заботятся о своих зрениях. У нас поликлиника, называется поликлиник 6, без очередей. По телефону можно записаться в очередь. И назначенное время можно прийти, проконсультироваться у врача-офтальмолога. Понятно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какие-то скрининги, какие-то профосмотры к этому дню приурочены? Что-то сделано для того, чтобы человек мог прийти? В данное время, с 2011 года, у нас проходится скрининг по глаукоме. Глаукома – это состоится из 4 стадий. Например, мы иногда не можем заметить, когда у человека глаукома. Даже сам больной не может заметить. Это делается на 4 стадии. Первая стадия, вторая стадия, третья стадия, четвертая стадия – это человек может ослепнуть и не заметить, что ослепнет. То есть, это всё происходит довольно быстро и резко? Да, иногда бывает так. Какие-то симптомы неполадок зрения человек можно заметить за собой? При глаукоме или как? Да. При глаукоме, да, может быть. Если первая стадия, у человека может быть светобоязнь, туман перед глазами. Головные боли могут быть симптомом нарушения качества зрения? Головные боли могут быть. Если у человека бывает черепное давление, это тоже может влиять на глауком. Если врач выписал пациенту рецепт на изготовление очков, всё, диагноз поставлен, нужно носить очки. А человек по каким-то причинам медлит или не хочет, может быть, даже считает, что очки ему не идут. Вот как здесь процесс потери зрения может развиваться быстро, если вовремя не надеть очки? Зрение может дальше ухудшиться. Если человек в своё время возьмёт очки, будет пользоваться, надевать зрение. Восстановление 100% не будет, но дальше зрение ухудшаться не будет. Ухудшение не будет идти. Что вообще любят наши глаза? Как помочь нашим глазам? Как много дать им отдыхать? Чем их подпитать? Побольше кальция, витамины. И чтобы у нас был сон регулярный, 8-часовая регулярная. Например, если сон нерегулярный, то тоже может быть ухудшение зрения, нужно привозить. Хорошо. А отказ от компьютера, отказ от планшета в 21 веке – это невозможно. Мы все сейчас даже на работе находимся перед компьютерами целый день. Как быть здесь? Какая-то зарядка для глаз? Какой-то перерыв? Сейчас в данное время можно сделать зарядку. После работы компьютером встать, закрыть глаза и открыть пошире. И налево, направо. Такие зарядки можно сделать. Помогут как-то вообще в восстановлении зрения очки-тренажёры? Очки-тренажёры. Есть очки-тренажёры, дырчатые. Они называются очки-тренажёры, дырчатые. Они зрение 100% тоже не восстанавливают, но улучшение даёт результаты. Но есть какие-то правила, как нужно пользоваться этим? Очки-тренажёры надо пользоваться в день 3-4 раза. Утром 10-15 минут, в обед 10-15 минут. Вечером надо надеть очки. Есть такие шрифты, там буквы. От себя в пределах 5 метров повесить шрифты и читать таблицу. Даже можно дома, когда человек занимается, делает уборку или делает на кухне работу, можно надеть очки-тренажёры и заниматься своими домашними заданиями. А чего делать нельзя, не нужно? Так, в этих тренажёрных очках нельзя телевизор смотреть, за компьютером сидеть, книжки считать нельзя. А чаще всего это и делают в тренажёрных очках, надеясь на то, что всё-таки зрение восстанавливается. Нет, эти нельзя. Если говорить о более серьёзных методиках восстановления зрения, какие на сегодняшний день существуют, какие лидируют у нас в Шемкенте? Сейчас, в данное время, если мы человека смотрим, если выше трёх диоптрий, или выше даже шести диоптрий, до шести диоптрий мы очками корригируем, если выше шести диоптрий, то в данное время есть сейчас лазерная коррекция. Лазерная коррекция у нас в Шемкенте делается, в Таразии есть, в Алмате, в Астане. Она зрение стопроцентно восстанавливается. А рецидивы ухудшения зрения? Рецидивы первого делаются, узи обследования, циклоскопия, смотрим сетчатку. Если сетчатка тонкая, то лазерную коррекцию не рекомендуем. То тогда делаем уже, меняем хрусталик. Как часто вам сейчас удаётся обследовать человека и сказать ему, поздравляю, у вас стопроцентное зрение? Ну, иногда приходится у нас, например, приходит диоптрий низкий, вот, например, приблизительно, когда мы делаем рефрактометр, она получается минус один с половиной или единица. Мы назначаем лечение, даём лекарства, что восстанавливает побольше, кальций, витамины, вот эти там, медикаменты, и зрение восстанавливается. Таких людей много или всё меньше и меньше? Сейчас уже становится меньше и меньше, потому что у нас больше вот эти компьютеры, телевизоры. То есть зрение мы портим себе сами? Сами мы портим зрение. Как вы сами себе помогаете в восстановлении зрения после рабочего дня, после усталости, как снимаете напряжение с глаз? Ну, я дома, делаю сам зарядку, потому что я сам людям рекомендую, потому что если я сам не буду делать, то жизнь не будет удобна. Приобщаете всю свою семью к этому? Да, желательно, да, делаем. Ну что ж, большое спасибо. Я надеюсь, что вашим советом воспользуются те, кто давно намечали поход к офтальмологу. Как раз в удобный случай приурочить это к Всемирному дню зрения, сходить, проверить, и если есть какие-то минусы, есть какие-то серьёзные диагнозы, приниматься за лечение. И в школах у нас проводятся скрининги. С 1-го класса по 10-го класса проводятся скрининги. С Министерства образования, с Министерства здравоохранения, объединённых с 2003 года, есть приказ, проводятся скрининговые задания. Ну, удачи вам в вашем деле. Спасибо большое. Спасибо большое вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok